Ассаламу аликум друзья! Вы на канале Чечен Синдром. 11 апреля 2010 года, в США, в городе Бронсвик штата Нью-Джерси, на 93 году жизни после продолжительной тяжелой болезни, ушел из жизни Салаудин Гугаев, настоящий патриот своего народа. Последние 50 лет Салаудин Гугаев проживал в США. Родился Салаудин в 1917 году в Чечне, в селе Шатай. Принимал участие в финской войне. 22 июня 1941 года, в первый день войны с Германией, ранним утром его полк, расположенный в Риге, был окружен и внезапно захвачен немецким десантом. Командир части застрелился, а весь личный состав, не успевший даже взяться за оружие, оказался в плену. Началась долгая, мучительная жизнь в концлагерях, сначала в Австрии, а затем в Германии. Несмотря на все ужасы, через которые пришлось пройти, Салаудин ни разу не проявил малодушия, не струсил, а оставался образцом мужества и твердости духа для своих товарищей. Как-то раз колонна пленных, в числе которых был Исалаудин, возвращаясь после окончания работы на каменоломне в лагерь, стала свидетелем тяжелой сцены. Юношу-узнику, занятому на работе, зажала руку опрокинувшейся вагонеткой, груженной камнем. Он страшно кричал, звал на помощь. Любому, кто делал шаг в сторону от идущей колонны, грозил расстрел на месте, без предупреждения. Тем не менее, не выдержав ни человеческих криков мальчишки, Салаудин бросился на выручку и высвободил руку русскому парню, получив за это два штыковых удара от немецкого конвоира. К счастью, раны оказались не очень опасными, и товарищи выходили его. Было еще немало таких эпизодов. Не раз жизнь героя висела на волоске, но ему каким-то чудом удавалось избежать гибели. Так случилось и тогда, когда Салаудин попал в лагерь для военнопленных, но волею судьбы ему удалось вырваться из фашистского плена. Он знал, что после плена, в СССР ему грозит либо расстрел либо лагерь, но уже сталинского режима. Как раз в этот период в Германии судьба и свела Гугаева с его знаменитым земляком, в будущем видным политологом Абдурахманом Автархановым. Страшным ударом для людей, оказавшихся волей судьбы на чужбине, стало известие о депортации в Среднюю Азию чеченцев, ингушей, карачаевцев, балканцев и других народов, повлекшие за собой гибель сотен тысяч ни в чем не повинных людей. К этому времени Салаудин и Абдурахман были уже близкими друзьями. Они поклялись, что посвятят всю свою жизнь делу реабилитации репрессированных народов, возвращению их на историческую родину. Тяжелой и опасной была эта борьба с большевистской диктатурой. Абдурахман и Салаудин лишились многих своих соратников, ликвидацией которых занимались в основном агенты подразделений СМЕРШа. Поэтому товарищи Салаудина были всегда на стороже, соблюдали конспирацию, меняли адреса и имена. Так, например, Автарханов носил фамилию Аргунов, а Салаудина называли Тозелем Ханом, Тоби Булатом. В своих произведениях Автарханов не раз упоминает о молодом, отчаянно смелом своем товарище Бейбулате, и речь тут как раз идет о Гугаеве. Шло время, Салаудин женился, и его супруга стала Истонка по имени Мироза, находившаяся на работах в Германии. В 1945 и 1946 годах у них родились дети, старшая дочь Жаниты Сензелем Хан. В Мюнхене возможности для политической борьбы были ограниченными. И в 1950 году товарищи Автарханова и Гугаева решили, что Салаудин с семьей переедет на жительство в США. Накануне, перед тем как расстаться, друзья вспоминали далекую родину, обсуждали горькую судьбу своего истерзанного народа. Тяжелым было это прощание. Мужчины, не пролившие ни одной слезы, Абдурахман во время пыток в сталинских застенках, а Салаудин, в фашистском концлагере, теперь не могли их удержать. Жизнь в Америке на первых порах складывалась не просто безработица, отсутствие жилья, двое маленьких детей на руках, которых надо было чем-то кормить. Но Салаудин был не из робкого десятка, трудности его не останавливали. Ему приходилось работать много часов в сутки в аккумуляторном цехе на одном из заводов Форда. Сначала простым рабочим, затем мастером и так далее. Но главное, не терпелось начать задуманное, ради чего он приехал в США. Со временем он добился своего, начал периодически публиковаться, выступать в эфире радиостанции «Голос Америки и Свобода», пытаясь привлечь внимание свободного мира, глав демократических государств к этническому террору, осуществляемому сталинским режимом. Возможно, достаточное политическое давление на Союз по дипломатическим каналам помогло бы репрессированным народам вновь обрести родные очаги. Салаудин постоянно работал с документами, анализировал факты, фиксировал свидетельства бежавших на Запад очевидцев тех страшных событий, среди которых было и немало бывших советских офицеров. Стал организатором множества митингов и демонстраций в защиту репрессированных народов СССР, в которых приняли участие тысячи человек по всем Соединенным Штатам, от границы с Мексикой до Канады. Жизнь семьи Гугаевых в США постепенно наладилась, повзрослели и дети. Политический рос и сам Салаудин. Вначале его избрали главой военахской диаспоры, а затем на долгие годы он стал президентом Северокавказского национального комитета, объединившего диаспоры всех народов Северного Кавказа в США. Возможно, наиболее значительным вкладом, который внес Гугаев в дело реабилитации репрессированных в СССР народов, явилось его обращение по данному поводу в Организацию объединенных отцы 1 июля 1955 года, накануне приезда на Генеральную ассамблею ООН Никиты Хрущева. В документе была раскрыта античеловеческая суть жестоких сталинских акций. Приводились факты, цифры и свидетельства очевидцев. Доставить послание до адресата помогла сотрудница аппарата ООН. И когда обращение было зачитано на заседание организации, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. После приезда Хрущева ему в жесткой форме напомнили о фактах нарушения прав и свобод целых народов в СССР. Именно тогда ему пришлось снять свой ботинок и стучать им по столу, пытаясь успокоить разъяренных участников ассамблеи. Салаудин получил официальный ответ из секретариата ООН и принятых по его письму мерах. Как известно, вскоре после возвращения Хрущева из США, режим для спецпереселенцев в стране начал значительно смягчаться. А через два года чеченцы и ингуши вновь обрели свою родину. Мы должны помнить и знать, что не в последнюю очередь в этом заслуга и Салаудина Гугаева. По словам Салаудина, день, когда весть о возвращении его народа домой дошла до него, стал одним из самых счастливых дней в его жизни. В тот период в США проживало около 300 этнических чеченцев и ингушей, в основном приехавших в Америку из Турции, куда их предки эмигрировали еще в XIX веке после окончания Кавказской войны. Большинство уже не помнило родного языка. Лишь 18 наших земляков, оказавшихся в этой стране после Второй мировой войны, свободно владели чеченским или ингушским. Представители войнахской диаспоры преимущественно занимались бизнесом. Семья Салаудина жила на зарплату, а позже семейный бюджет ограничился лишь пенсией супругов. В начале 70-х годов Гугаев и несколько его единомышленников решили приобрести здание под мечеть. Оно было найдено, но хозяин строения запросил цену в одном миллионе долларов. Таких денег у наших земляков не было. Нашелся один знакомый, который взялся уладить дело. Благодаря его усилиям, цену зданию удалось снизить до 500 тысяч долларов. Салаудин, чеченец Хамид Умаров и трое их друзей, среди которых были двое карачаевцев и один аварец, собрали около 300 тысяч. Недостающую сумму предоставил брат короля Саудовской Аравии, попросив разрешение принять участие в приобретении этого здания. Таким образом была собрана необходимая сумма. На реализацию этого проекта ушли все сбережения семьи Салаудина. На прилегающей к мечети территории нашлось место и для небольшого кладбища, а также гостиницы для приезжих. Мечеть функционирует в городе Нью-Джерси, расположенном в 30 километрах от Нью-Йорка. Учредителями ее стали вместе с Гугаевым пять человек. В следующий свой приезд в США принц Саудовской Аравии пришел помолиться в мечеть, в создании которой принял участие, и был весьма доволен виденным. Естественно, не остался Гугаев в стороне от событий, развернувшихся в Чечне с начала 90-х годов. Им была начата активная деятельность по предотвращению войны в Чеченской Республике. Начиная с 1989 года, Салаудин приезжал на родину трижды, в последний раз буквально за месяц до начала военных действий. Прибыл он по просьбе Абдурахмана Автарханова с поручением встретиться с Джохаром Дудаевым и сделать все, чтобы предотвратить надвигающуюся трагедию, которая, по словам Абдурахмана, могла иметь для народа более тяжелые последствия, чем депортация 44-го года. К сожалению, убедить Дудаева не удалось. Крайне расстроенным и удрученным вернулся домой Гугаев. От пережитого он тяжело заболел и слег, провел около месяца в госпитале. Когда гром глянул, и новая беда все же пришла, Салаудин и его друзья, как могли, старались облегчить страдания мирных жителей Чечни. Немало гуманитарной помощи и денежных средств было отправлено ими в опаленную войну и республику. Часть из них доходила по назначению, часть, увы, разворовывалась многочисленными проходимцами. Все, что делалось этим человеком, делалось без саморекламы, ибо в основе всех его побуждений были искренняя любовь к своему народу и желание помочь ему любой ценой. В США Салаудин пользовался большой известностью и уважением не только среди кавказцев, но и среди американцев. Там его называли на американский манер – Сал Гугай. Портрет Гугаева до сих пор висит над его рабочим местом на заводе Форда. В 80-х годах Конгресс США наградил Салаудина весьма престижной в Америке почетной грамотой за заслуги в общественной и правозащитной деятельности. Как говорил Гугаев, содержанием и смыслом всей его жизни было счастье и благополучие родного народа, а не личные, и тем более не меркантильные интересы. 9 января 2012 года на мероприятии, приуроченном к 55-й годовщине восстановления Чаасар, было высказано предложение, учитывая заслуги перед Родиной, назвать одну из улиц Грозного именем Салаудина Гугаева и тем самым увековечить защитника и преданного сына чеченского народа. К сожалению, очень мало или почти ничего не известно о судьбе еще одного выдающегося чеченца, настоящего патриота своей Родины и вынужденного иммигранта, близкого друга и товарища Салаудина Гугаева, Умарова Хамида. О жизни и деятельности Умарова Хамида написано гораздо меньше, чем о его соратниках, Авторханове и Гугаеве. Умаров Хамид Умарович родился в 1916 году в высокогорном селении Химой, расположенном на правом берегу реки Шаруаргун. Хамид рос в многодетной семье, у него было пять братьев и три сестры. О своем детстве Хамид вспоминал, наше село было окружено различными хуторами, летом мы жили в Химое, а на хуторе Ангучи зимовали, куда угоняли скот, где хранился заготовленный покос. В горах на красивой поляне находились 12 каменных сидений, их занимали во время собрания главы наших 12 тейпов. Почитали наши обычаи, за километр от села слезали с коня и садились на него на таком же расстоянии. Не разрешали нашим девушкам ходить без палатка и препятствовали тому, чтобы они уходили замуж в другие села. Мать учила быть религиозным. Отец Хамида, Умаров Умар, был богобоязненным и глубоко верующим человеком, что, видимо, явилось поводом для его ссылки в 1925 году в Магадан, где он и скончался. В этот период было сослано немало представителей духовной интеллигенции чеченского народа. В Химое Хамид получил среднее образование, позже преподавал в начальных классах, а с 1934 по 1940 работал секретарем сельского совета Химоя. Был женат. 7 февраля 1940 года призван на службу в ряды советской армии. Во время войны в бою, в Полтавской области на Украине, Хамид получил тяжелые осколочные ранения и истекающие кровью. Он подполз к дереву и потерял сознание. Ему не суждено было умереть так рано. Нашлись добрые люди, которые отнесли его в безопасное место и выходили. В 1941 году Хамид попадает в немецкий плен. Он знал, что после плена в СССР ему грозит либо расстрел, либо лагерь. Ему удалось вырваться из фашистского лагеря. Он прошел через Германию в Италию, а потом в Австрию. Хамид вспоминал, будучи в Австрии, я работал у богатого крестьянина. Он прятал меня от англичан, которые хотели всех перемещенных лиц выдать советом. Я хорошо трудился, хозяину я очень понравился. Он мне предложил навсегда остаться у него и жениться на его дочери. Но я не смог пойти на это. В 1945 году ему чудом удалось спастись от расстрела, организованного Сталином. По Илтинскому соглашению, союзники выдворяли в СССР русских. Английскому офицеру Хамид сказал, что он турок. Офицер спросил, как по-турецки будет вода, хлеб и еще что-то. Хамид ответил СУ, Чурек и все остальное. И офицер поверил словам, которые почти одинаково прозвучали на чеченском и тюркском языках. Позже Хамид попал в турецкий лагерь, где встретил свою будущую жену, Карачаевку Белу. Сам он об этом вспоминал так. В лагере я встретил Белу. Она мне очень понравилась. Я договорился с нею и ее матерью, что я ее украду. Так и сделал. Но нас нашли ее братья и грозились расправиться со мной. Бела заявила им, что она моя жена и меня не покинет. Ее братья не хотели, чтобы их сестра вышла замуж за чеченца. Будучи турецким подданным, он получил фамилию Азбек. Спустя более десяти нелегких лет, прожитых в Турции, Хамид перебирается в США. Салаудин Гугаев, Хамид Умаров – одни из первых чеченцев, осевших в США. Вместе с ними перебрались еще несколько ингушей, бывших участников ВОВ из числа пленников вермахта. Всего 17 человек. В разные годы пустили корни на земле Колумба – потомки чеченцев, выселенных царским правительством в Османскую империю еще в 1865 году и поздне расселившихся в Сирии, Иордании, Турции. Здесь, в США, Умаров активно занимается общественно-политической деятельностью, встречается с конгрессменами, с президентом США Рональдом Рейганом, отстаивает интересы чечен и ингушской диаспоры в Америке. Вместе с Салаудином Гугаевым и другими товарищами, войнахами, другими кавказцами, русскими, украинцами, поляками и евреями они устраивали марши против войны в Чеченской Республике, призывали к демократию на пикете перед российским посольством, вели общественную работу по разрешению трагедии, постигший чеченский народ, помогали гуманитарной помощью пострадавшим в ходе военных действий и всячески старались разделить горе и боль своего народа. За религиозность родные и знакомые называли его Абдул Хамидом. Будучи одним из патриархов войнахской диаспоры в США, для Умарова Хамида было неприемлемо разделение чеченцев по типам, разделение войнахов на чеченцев и ингушей. «Это одно целое, единый народ, а разделяет нас для того, чтобы легче было властвовать и уничтожать нас по одному, как псов, возвышая одних и ущемляя других», — говорил он. В суровые годы депортации многие вспоминали, что чеченцы, осознавая себя единым народом перед общим горем, были близки и тверды, как никогда. Быть может, такими же узами братства и сострадания скреплены между собой представители войнахской интеллигенции и всей северокавказской диаспоры в целом, проживающие в Америке. Хамид прожил нелегкую, но вместе с тем и счастливую жизнь. Он был счастлив рядом со своими верными друзьями, со своей любящей семьей. У него было два сына, две дочери, внуки. Но для него вся северокавказская диаспора была огромной семьей. Главной мыслью его постоянного ожидания было желание вернуться домой. Он был готов ждать всю свою жизнь встречи с родиной, терпеть утраты и лишения ради этого момента счастья. Умара Вахамида не стало в июле 2008 года. Известный этнограф Ян Чеснов писал об Умарове, характеризуя больше всего основное качество его личности, верность самому себе, которая стала основой верности родному селу, своему народу, гуманистическим принципам. Никогда Хамид не выпячивал свое чеченство, и в этом он самый настоящий чеченец. Гражданин мира не задал год о смерти Хамид хотел приехать домой, но, будучи в преклонном возрасте, он не смог бы вынести длительного перелета. Так и суждено было настоящему патриоту без родины закончить свой земной путь далеко от дома, разделяемому с родной землей океаном. Он завещал посыпать свою могилу землей отцов. Его последняя воля была исполнена, комок земли с его родного села был привезен на его могилу. Им было суждено потерять свою родину, чтобы обрести ее вновь. Недаром говорят, что страдания формируют личность. Ни ссылки, ни угрозы расправы, ни эмиграция, ни тяжелая судьба не сломили их, напротив, сделали сильнее любовь к своему народу, своей родине и укрепили веру в счастливое будущее. Мы не имеем права забывать о тех, кому зима 44-го стала белым саваном, не имеем права предать их память. Наша святая обязанность – чтить поступки наших героев, патриотов своей Родины, положивших жизнь на алтарь мира и справедливости. В этом и заключается истинный патриотизм, ведь любовь к Отечеству неотделима от любви ко всему миру. Друзья, на этом все, если вам понравилось, лайкните и подпишитесь на канал Чечен Синдром. Спасибо друзья и до новых встреч!